Итак, всем привет, с вами Допгай. Если вы еще вдруг не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать и другие интересные и полезные видео. А мы начинаем наш обзор. Поехали! Итак, как вы уже могли узнать из названия, это мод на Звездные войны. Называется он Ashes of the Empire. И если вы следили за модами, то вы, наверное, и скорее всего видели прошлый мод похожий, Palpatine's Gamble. И вы явно можете заметить у них скорости. Это так. Этот мод разрабатывают сейчас те же разработчики, которые делали тот мод. Только там у них произошел какой-то конфликт, тот мод забросили, разработка того мода не ведется, а вот этот продолжается только так. И что же у нас в этом моде есть? Во-первых, давайте пройдемся просто по интерфейсу. Весь интерфейс просто был переработан в очень-очень прикольном стиле. Здесь все в принципе точно так же, как и обычно, за исключением ресурсов, ресурсы другие, исследования, конечно же, тоже другие. Только стоит заметить, что еще далеко не все проработано. Но самая главная часть, это в принципе вот эти вот особые исследования авиации, флота и техноземных сил. По большей части скорее сделаны, чем не сделаны. А все еще, как я говорю, мод в целом находится в состоянии разработки, хотя они уже и релизнулись. Но я думаю, они очень поспешили именно релизницу 4 мая, потому что May the Force be with you, как бы это занавесная дата для Звездных Коинов. Поэтому мод и вышел уже на 4 мая. Но да, он еще не совсем готов, но уже, уже готова целая карта, готовый интерфейс, готовы механики. Осталось мод им заполнить фокусами, пофиксить скорее всего какие-нибудь баги, я думаю здесь их будет много. Поменять всякие плейсхолдеры вот эти вот, да, на каких-то реальных, полуреальных персонажей данной вселенной. Но фокусы в этом моде не совсем сделаны. Точнее здесь не сделаны иконки. Из-за этого, конечно, все выглядит не совсем понятно. Но уже у основных каких-то фракций, по крайней мере основными считаются фракции те, которые выбрали разработчики, фокусы какие-то сделаны. Есть какие-то вон фокусы у Трауна, если вы знаете кто это такой. Тоже у него тут будет очень много, я так понимаю, контента. В целом вообще вся игра стартует после разрушения Галактической Империи в эпоху так называемых имперских военачальников. Ну или как на английском это называется, Imperial Warlords. То есть империя развалилась, но различные всякие адмиралы решают, что именно они достойны звать себя новой империей. Нету больше Палпатина, но они-то точно смогут все взять в свои руки. Больше всего здесь проработан именно вот этот Zero Command, потому что, я так понимаю, это и есть самый первый такой военачальник. У него тут сразу начинается какой-то конфликт, у него тут сразу есть какой-то флот. Кстати говоря, флот, как вы помните, переработан, и вот с флотом на самом деле они уже, я думаю, работу практически закончили. Потому что если зайти сюда, то вы увидите, что почти все какие-то модули имеют свои иконки, имеют свои разные вариации, щиты. То есть щиты они сделали как броню, в принципе, логично. Сделали здесь различное вооружение, в общем-то флот у них как будто плюс-минус закончен. Это круто, потому что очевидно, когда у вас вот так вот выглядит карта, а это интересная, я бы сказал, реализация вот этой вот вселенной, вот этих нескольких планет, в принципе, лучше, наверное, и не сделать. То очевидно, что в таком вот мире вам точно нужен флот, и вам точно хотелось бы видеть красивые корабли имперской этой вот эпохи. Готовые иконочки и для юнитов здесь. То есть если вы сюда смотрите, вы здесь видите тоже красивых юнитов. Плюс-минус, конечно. Все еще есть, видите, здесь какие-то неготовые юниты, но опять-таки, мод еще не закончен. Они уже релизнули его, но он не закончен. Тем не менее, тем не менее, я бы очень хотел, чтобы этот мод продолжали разрабатывать, потому что прошлый мод был очень крутым, но незаконченным. Его так никто и не доработал. Ждем, поэтому когда вот это все заполнится иконками, все вот эти вот страны заполнятся, собственно говоря, своими иконками, своими фокусами, будет какой-то сюжет, в принципе, сюжет уже есть на какой-то вот... Эта страна имеет больше всего фокусов, на ней уже какой-то сюжет есть. На других странах, в принципе, вы можете знать сюжет, потому что здесь опять-таки все построено по известному миру, проработанному. Если вы хотите поиграть за кого-то из этой эпохи, то в лаг вам в руки вы это можете сделать и сами придумать свою историю. Благо здесь уже все играбельно и, в принципе, плюс-минус стабильно. Самое интересное, они использовали картинки, сгенерированные ИИ, насколько я понимаю, что вот эти все иконки, и не только они, а скорее всего еще и другие, по-моему, все были сгенерированы. Это круто, на самом деле, это очень удобно. Также тут еще планируется какой-то рынок, как он был, в принципе, в прошлом моде. Здесь можно будет покупать, скорее всего, корабли, припасы, ресурсы, возможно, целых юнитов, генералов и вот это все чудо. Здесь есть деньги, как вы можете помнить. Их тоже можно инвестировать, брать взаймы, откуда-то получать. Здесь, в общем-то, механик очень много, они уже, как минимум, работают, пока они не сильно, так сказать, объединены, потому что мод все еще не доделан. Но очень классный потенциал, и мне бы очень хотелось видеть, как они его реализуют. Так что, если вас заинтересовал мод, можете обязательно скачать его по ссылочке в описании и попробовать. Можете вообще рассказать, если вы играли в прошлый мод, если вы уже успели поиграть в этот мод, хотя ему всего несколько дней. Тем не менее, все ваши комментарии будут очень интересно увидеться. Так как и лайки под этим видео. А если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь. С вами был Топ Гэй, до скорых встреч, всем пока.